Избавиться от белого. Нормально. Значит, придавить это добро. Не, пусть сначала немножко краска станет. Мы потом вставшую краску добавим облака. Единственное, что там есть цветовые нарядности в небе. Он нахально даже зеленый подсунул, фиолетовый подсунул. Может быть, действительно, и нам тоже чуть-чуть в небо добавить цветовых настроений. Причем он это сделал пятнисто, и мы тоже сделаем немножко пятнисто. Вот таких настроений подшвыряешь кистью и мастихинчиком. Но зеленый может не надо. Он такой же расцветнился, что даже зеленый я бы сделал. Хорошо? Вот такое, что-нибудь добавить. Например, в каких-то местах вообще маленький звучечек. И это же здорово. В одном месте более крупное пятно, а в другом вот такое. Вот этот перевес в пользу вот такого пятна. Посмотри, как хорош. Тоже немножко долго ты его мусолил, и оно потеряло красивый силуэт. Значит, вырезать. Пальцем вернуть цвет небу. В тех местах, где переборы. И то, что осталось, вернуть в человеческое состояние вот этим. Хорошо? Давайте. Тиневых. Оставишь ту меру, которая это красиво. Много заусенец. Взял, придавил. Взял, придавил. Увидел, да? Как это было? Ну и дальше все по списку, все пятна поперечислили. Заборчикчик. Теперь, что я сделал. На ребро поставил. И создал идею заборчика. Потом просто кистью добавишь несколько темностей, светлостей. Готов заборчик. Давай. Очень хорошие пятна. Очень хорошие. Сейчас работает художник, пока нет ничего, чтобы могло дать сомнение этому. Вот эти пятна. Нашевырять вот такими хулиганскими укладками. Вот такими. Вот такими. Тонально достаточно темно. Не равно освещенной части. Какие-то звуки, какие-то расштриховки, какие-то укладки густятин, какие-то темнятины, глухие. Вот такие коричнево-синий. Здесь тоже что-то. То есть, нашвырять что-то. Так. Ну, нужно решить. Вот она там чуть повыше. Отлично. Сюда светлотик. Вот светлотик. Вот, причем у тебя, допустим, здесь темно. Ты кладешь светленький. Как там и есть. То есть, это с окнами очень интересный способ работы. Кладешь. А потом это та темнота, которая там снизу. Взял ее и добыл. Причем она совершенно адаптирована в среду. Единственное, что там менее желтый, то есть розовый. Ну, белил тоже. Вот она давишь. Пока все хорошо. Действуй дальше. Вот эти вот начни обозначать. Очень технично пока все. Давай. Красиво. Немножко руинно, но красиво. Жаль, что не хватает несколько вот этого этажика. То есть, может быть, все-таки уменьшить вот эту деталь. А то она несколько крупновата для этого пространства. Очень красиво. Хорошие выкладки. Все. Немножко смахивает на дырки в окнах. Знаешь, когда строители ломают дом? Смахивает на дырчатость. То есть, либо чуть-чуть поприкрыть в очень такие сильные эти амбразуры, могущественные дыры. То есть, все-таки показать более обжитое. В том числе и идеи окон. Хорошо? Вот как здесь у тебя идея окон произошла. Хотя наковырял многовато. Для теневого пространства, оно бы могло быть и по приблизительному. Согласен, что вот здесь гораздо интереснее будет, чем вот этот гигантский доминок вместе с зеленью. Слово то, что оно заслоняет красиво. То есть, такие вещи все-таки для себя отмечаем. И вот эти гранаты, наверное, растут. Да? Потому что, наверное, гранат. Судя по. Он делал это кистью. Ну, на мой взгляд, вкуснее бы это прозвучало вот такими укладками мастихии, наверное. Ну, если хочешь, бери тоже почувствуем все эти вещи. Самое вкусное досталось мне. А вот здесь-то уже мы положим кистью. Сейчас, секундочку. Лежачая к холсту кисть. Укладывательная. Вот такое. Вот такое. Мятое. Моделировательное. 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 Чтобы вот эту бахрому не оставлять. Чтобы это была все-таки укладочка более деликатная. Согласны? Да. Вот так будет. Хорошо? Валится слишком. То есть, там есть больше укладок, но не до такой степени. Ел ты голубой. Вот я, честно говоря, очень надеялся, что ты его сбережешь. Тут такой был голубой, который к этому был счастьем. Вот цветовым счастьем. Я очень надеялся, что ты догадаешься. Я сейчас попытаюсь его чуть-чуть вернуть. Здесь я спросил. Можно положить еще. Понятно, что. Дело в том, что он хорош был именно той продресью, в которой он лежал. А просто плотный. Голубой. Не тот голубой. Немножко упростил мазочки. Слишком. Так пишут. Вот так пишут учащиеся худростных училищ. До четвертого курса. Это считается хорошим тоном. Это все молодцом. Но это слишком простецкий. Помнишь, что я вытворял? Я все-таки немножко усложнял эту историку. Не надо делать только эти мазочки. Уж очень это училищно. Чуть сложнее. Чуть острее в данном случае. Правда? Смотри, какие симпатяги. Сбить чуть-чуть. Хорошие звуки понакидал. Некоторые звуки можно было бы дать и царапочками. Светленькость на стволах. Чуть-чуть легенькими царапками. Можно и здесь было бы чуть-чуть достать этих веточек. И в компанию к ним добавить веточек темных. Коричнево-синий плюс розовый. Какую-то такую темнятинку тоже чуть-чуть добавить. Вместе они достаточно интересно выдадут результат. То есть когда и царапка, и тональная укладка краской. Несколько зарос. Товарищ вот этот зарос. Может быть даже цветет. Хорошие. Но тоже есть некоторое упрощение. Все-таки есть и мутнутые, и выраженные камушки. У тебя в основном только выраженные камушки были, поэтому лучше чуть-чуть усложнить. Они могут быть не только светлыми на темном, но иногда и темными на светлыми. Я думаю, ты не раз эти... Ну, даже видно, что это очень естественно ложится. Очень вкусная вот эта историка, которой ты еще не воспользовался. Причем он там чуть-чуть синьки оставил, а у тебя было много синий. И эти синьки звучали шикарно. Так жалко, что ты не считал жалко. Было что-то близкое к этому, да? Да. Обрати внимание, при том, что все очень призрачно и прозрачно, теневой этот призрачный характер очень идет. Мало того, несмотря на то, что дальняя часть картины сделана густо, передняя, при отсутствии краски, неплохо себя чувствует. Очень даже хорошо чувствует. То есть, такое ощущение, что ей густая краска и не нужна. Что тоже достаточно эффектный ход. Это как бы косые тени от деревцов, которые где-то здесь. Кистью против шерсти. И мятая улица. Как, знаете, вот старенькие улочки, вечно мятые с какими-то уклонами. И рябость каменных. Да? Звук. И вот все поддалось этому свету. Правда? Мастихин очень не любит вот эту укладку. Вот эту. Поэтому стараемся ее не совершать. Раздавливать. То есть, положить несколько можно, но раздавить. То есть, вот эти вот веревочно-червячочные движения лучше не делать. Так, красивый там кусок, идеальный кусок эти мерцания, эти густоты. Все здорово. Здесь отлично. Хорошо? Никак. Там как и должно быть. Никак. Очень удачно. Соединение, мне кажется, что... Не, не, не. Очень хорошо, очень хорошо. Ну, давай чуть-чуть добавим. Не, нормально. Отличная мишка. Я не знаю, что... Нужно тех. Хорошие звуки. Суперски. Значит, понял. Бегаем от этого упрощения. Хотя, технически оправданный ход. И многие художники так на этом и остаются. И ничего. Все это прекрасно звучит. Но лучше чуть-чуть. Всякая заслоненность. Смотри, выгодно. Вот мы нацарапали. Вот мы его нацарапали. Это не пойми что. Вот мы к нему добавили каких-никаких веточек. И темненьких, и светленьких все вместе звучат. Правда? И уже ничего дорисовывать не надо никаких. Мне даже кажется прикольно, что здесь нет этого места. Ну ладно, делаем шумом. Чуть-чуть. Чуть-чуть будет тогда. Брикетики. Спасибо. 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 Продолжение следует...